Михаил Сергеевич, Ваш комментарий к игре для Чертанова, мне кажется, в целом она оказалась такая суховатая, скажем так, с точки зрения количества голевых моментов, ну, немножко нетрадиционная. Почему, может быть, изначально что-то подобное планировали, потому что с Липецком у нас именно в Липецке не всегда складывалось хорошо, первое, а второе, это, ну, такая уже погода, достаточно мерзлява и, может быть, действительно тяжело быть бодрым с футбольной точки зрения. Ну, матчи в Липецке всегда складываются для нас. Поначалу хорошо, а потом, к сожалению, смазывали концовку и проигрывали игры, предыдущие, которые мы проводили. Сегодня все сложилось удачно для нас, забили хороший гол. Хочу сказать, что мы командную игру соперника разбирали очень подробно, постарались ребятам рассказать о сильных сторонах игры команды Металлорг. И был составлен план на игру, в которой в целом ребята старательно пытались воплощать жизнь, и, мне кажется, они справились в целом с поставленной задачей. То, что у нас было сегодня немного моментов, это действительно так, но команда Металлорг физически очень сильный соперник, соперник, который во всех матчах, с кем они отыграли последние игры, процент выигранных единоборств у них был лучше и с Тамбовом, и даже с Пензой. То есть это говорит о том, что команда ведет единоборство очень умело, это ее стиль. И поэтому нам все-таки очень трудно доставались проходы к воротам, хотя я скажу, что со всем моментов не было. Нельзя сказать, хорошие стандарты у нас были, с одного забили гол, второй могли также реализовать. Ну, может, действительно, осенняя погода холодная где-то сказалась, хотя это, может быть, я уже говорю, это как шутку может быть. Но, тем не менее, результат в гостевой игре с очень сильной командой нас устроил, мы довольны нашей командой, ребята проявили характер, справились с той игрой, которую соперник нам предложил. В общем, эмоции у нас положительные, мы, ребята, похвалили, мы довольны. По слухам, вам предоставили выбор перед началом этого поединка, приезжать в Липецк за день до матча или же непосредственно в день игры. Вот вы выбрали именно второй вариант, который в итоге случился. По какой причине? По какой причине? Ну, так получилось, что матчи, которые проводим в день приезда, они складываются для нас удачно. И, наоборот, тут мы попробовали приехать накануне. Противоположный был ход матча, мы выступили неудачно. Здесь мы уже, как бы, знаете, посмотрели, решили посмотреть, давайте еще раз приедем в день игры. Знаете, в какой-то степени это мобилизует ребят. И, да, дорога нелегка, но, тем не менее, как показывает матч, причем не один, а уже ряд матчей, что это не смертельно, и можно играть, и игроки очень быстро приходят в себя, разминаются хорошо. И, как показывает матч для нас, например, конкретно для нашей команды, вполне все складывается удачно. Поэтому, возможно, что мы будем продолжать эту, так сказать, тенденцию, в любом случае, очень далекие выезда. Понятно, что их пауза в календаре не предприняется. Тем не менее, игроки в ДНК «Чертаново» сейчас будут играть, в том числе, на чемпионате мира, среди юморских команд, 98-го года рождения в Чили. Вы, как тренер «Чертаново», следите за подобными турнирами? Если да, насколько плотно? Ну, то есть, может быть, специально как-то график подгадываете для того, чтобы смотреть телетрансляции? Или же все, ну, в режиме, грубо говоря, новостей, там, сыграли, узнали, там, ну... Ну, а ведь, насколько я знаю, будут матчи проходить ночью, по-моему, будем смотреть. Поэтому здесь... Удобно, как раз? Да, очень удобно. Режим можно очень даже подогнать, так сказать, и не будет ничто, не вступать ни в какие противоречия. Это, конечно, мы интересуемся. Тем более, что там не только наши два воспитанника школы играют, но и тренер сборной команды, тоже из нашей школы облизен. Мы будем переживать, конечно, и болезнь наших ребят, наша сборная. Мне кажется, есть четкий вопрос. Мы не могли не заметить, соответственно, не можем не спросить. Была определенная перепалка с наставниками «Металлурга». Что тут такого произошло? Ну, может быть, я несколько резко высказался, когда получил травму, действительно, заменили игрока номер 9 Ахвлезиане. Но я хочу сказать, что матч был настолько полон единоборств, и тоже Ахвлезиане не жалел наших ребят. И было столько моментов, когда наши ребята показывали и характер тоже, и терпели любую боль. Но в данном случае игрок получил действительно травму. Вот это был такой вот небольшой момент негативный, может быть. Все бывает в игре, когда эмоции. Мы все на эмоциях играем. И тоже, как игроки, можно сказать, тоже мы играем. Но ему желаем, скорее всего, выздоровления и приносить пользу, забивать голы за свою команду. Спасибо. 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 Спасибо.